Темное вещество остается одной из лучших гипотез для описания очень большого комплекса наблюдательных данных. Это и данные по вращениям галактик, и данные по движению галактик в небольших группах, движению галактик в скоплениях галактик и большой комплекс космологических данных. Тем не менее темное вещество остается гипотезой, потому что никто эти частицы не поймал. Существует, наверное, два основных подхода к получению новой информации о темном веществе. Во-первых, это чисто астрофизический подход. Во многих моделях, но не во всех, частицы темного вещества могут аннигилировать друг с другом. В результате аннигиляции рождаются фотоны, рождаются кванты электромагнитного излучения, и рождаются пары частиц-античастицы. Соответственно, люди пытаются найти и то, и другое, ищут дополнительные, необъяснимые другими способами вклад в содержание, например, позитронов в космических лучах. Это во-первых. Во-вторых, ищут лишнее гамма-излучение, которое исходило бы оттуда, где темного вещества много. Темного вещества много, например, в центрах галактик. В галактике все концентрируется к центру, и поэтому плотность темного вещества тоже в центре побольше. Соответственно, если есть аннигиляция, то там аннигиляция будет идти с большим темпом, то есть сигнал будет заметнее. Это астрофизический подход, повторюсь, и он, конечно, неизбежно косвенный. Всегда станет вопрос об интерпретации этого сигнала, возможно, будут разные способы объяснить. Поэтому лучше всего поймать частицы в лаборатории. Почему это возможно? Потому что обычное вещество и темное вещество, за редчайшими исключениями, наша галактика не должна относиться к таким исключениям, очень хорошо перемешаны. То есть, где много темного вещества, там много вещества, где много вещества, много темного вещества. Здесь важно подчеркнуть, что в центральной части галактики, центральная часть это где уже есть звезды, где виден диск, то есть с этой точки зрения мы все равно живем в центре, в центральной части, по крайней мере, галактики. В этой части галактики обычного вещества больше, чем темного. Только на окраинах звездного диска галактики, то есть если мы еще отлетим там на 20 тысяч световых лет от центра галактики по сравнению с Солнцем, темное вещество начнет именно доминировать, его будет больше. Так что у нас на нашем расстоянии от центра галактики обычного вещества больше, а уж в этой комнате конечно больше обычного вещества, чем темного, поскольку плотность вещества здесь гораздо больше, чем в галактике в среднем. Галактика в среднем достаточно пустая. Тем не менее, за счет того, что темное вещество и обычное перемешано, здесь есть темное вещество. Частицы темного вещества двигаются с большими скоростями, поскольку они не останавливаются межзвёздным газом, пролетают сквозь Землю, по большей части не взаимодействуя с ней. И тёмное вещество заполняет большое гало галактики. Соответственно, мы имеем дело с частицами, находящимися в гало. Скорость их движения относительно центра галактики велика, как и у Солнца, но направлена в другую сторону. Поэтому для нас частицы тёмного вещества пролетают здесь с большой скоростью, со скоростью сотни километров в секунду. И лабораторные эксперименты призваны зарегистрировать именно такие частицы. Из-за того, что они плохо взаимодействуют с веществом, с одной стороны их трудно поймать, это плохо, с другой стороны от них трудно экранироваться. Это хорошо, вы можете окружить ваш прибор разнообразными системами защиты от прочих частиц, то есть уменьшить фон. И в самом вашем приборе надеяться увидеть именно взаимодействие частиц тёмного вещества с веществом детектора. Подходы здесь есть самые разные. В мире работают десятки экспериментов, пытающихся обнаружить частицы тёмного вещества. Но важно, что везде речь идёт о поисках достаточно массивных частиц, частиц, двигающихся с достаточно большой скоростью. И в среднем эти частицы, понятно, как двигаются в галактике. Это, например, позволяет использовать такой замечательный подход, как разность темпа счёта в некоторых из экспериментов в зависимости от времени года. Земля крутится вокруг Солнца. Представьте, что есть какой-то поток частиц тёмного вещества. Вот сегодня мы двигаемся в таком направлении сквозь поток со скоростью 30 км в секунду, вращаясь вокруг Солнца. А через полгода двигаемся в противоположном направлении относительно потока со скоростью 30 км в секунду. И это должно сказываться на результатах некоторых из экспериментов. И, соответственно, люди ищут не просто сигнал, а ищут сигнал, который бы варьировался с периодом 1 год, с периодом вращения Земли вокруг Солнца. Таким образом, окончательным доказательством существования тёмного вещества была бы только лабораторная регистрация этих частиц, по всей видимости. Это возможно, потому что в подавляющем большинстве моделей хоть слабо, но частицы взаимодействуют с веществом. И рано или поздно в тщательных экспериментах это можно обнаружить. Ну и существенно помнить, что частицы тёмного вещества есть вокруг нас. Если тёмное вещество существует, то через вас сейчас пролетает большое количество частиц тёмного вещества. Продолжение следует...